Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Велосева. Товарищи по Альянсу, почему доступ в леса под Львовом перекрыт военными? Снова вместе, что заставило президента Турции просить извинений у России? Премьерская ноша, за что экс-главе парламента Молдовы впаяли почти 10 лет тюрьмы? Разъединенное королевство, с каким заявлением подтолкнул британский референдум Шотландию? Тень Брексита, Европа продолжает переваривать решения британцев о выходе из Союза. Референдум в королевстве внес свои коррективы даже в расписание президента Украины. Петр Порошенко сейчас в Брюсселе. Какие важнейшие встречи пришлось перенести, какие договоренности все же удалось подписать? Узнаем у Софии Гордиенко, она сейчас в Бельгии с нами на связи. София, добрый вечер, тебе слово передаю. Здравствуйте, Наталья. Действительно, из-за Брексита все настолько смешалось в Европе вообще и здесь, в Брюсселе в частности, что график президента и визит президента, который был запланирован уже давно, пришлось сильно перекроить, и не только причем его. Здесь планировалось, кроме мини-саммита Украина-ЕС, а также подписание очень важного документа, важного для нас, для того, чтобы получить безвизовый режим. Это соглашение между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции. И вот, несмотря на опоздание, буквально час этот документ все-таки подписал в присутствии президента Юрий Луценко, генпрокурор. И это означает, что теперь Украина и ЕС могут создавать совместные следственные группы, могут обмениваться важными данными, а также сотрудничать в правовой сфере. Что касается именно саммита Украина-ЕС, то он состоится, вот сейчас он сейчас проходит буквально через дорогу в Дворце Европы. И там президент Порошенко встречается с лидерами ЕС. Конечно, на повестке дня самые болезненные наши вопросы. Это мир на востоке Украины, Минские соглашения, а также реформы. И планировалось, что президент использует эту встречу для того, чтобы как-то продвинуть и, возможно, ускорить предоставление безвизового режима. Удастся ему это или нет, мы сможем узнать не ранее, чем через час. Планируется, что в 8 часов по местному времени, в 9 по Украине, президент Порошенко выйдет к журналистам с отчетом. Наталья? Спасибо, София. София Гордиенко о визите Петра Порошенко в Брюссель. Безвизовый режим для Украины. Одна из главных тем зарубежной поездки главы украинского правительства Владимира Гройсмана. Он сейчас с рабочим визитом в Германию. Давайте узнаем у Татьяны Лагуновой, с кем ему удалось встретиться. Таня, здравствуй. Повлиял ли Brexit на планы Владимира Гройсмана? Да, Наталья, повлиял. Но сейчас расскажу обо всем подробнее. Для начала я бы хотела сказать, что это первый европейский визит Владимира Гройсмана в качестве премьера. И очень символично, что он приехал именно в Германию. Встреч очень много и с президентом страны, и с министрами, и с бизнесменами. Но главный пункт, собственно, с него и начался сам визит, это переговоры с канцлером Германии. Гройсман и Меркель говорили больше часа, обсудили традиционный набор тем. Это реформы в Украине, реализация минских договоренностей и подготовка к местным выборам на Донбассе. Ну и, конечно же, вопрос о предоставлении украинцам без визового режима. Нужно сказать, что Меркель подчеркнула, что Украина выполнила все необходимые для этого условия. И она надеется, что летом, ну максимум осенью, этот вопрос снова будет вынесен на повестку дня. И успокоила. Брекзит никак не повлияет на переговоры о либерализации визового режима. С референдумом в Британии этот вопрос никак не связан. Она пока остается членом ЕС. Будет еще заявление о выходе, потом долгие переговоры. Здесь вопрос в другом, в усовершенствовании механизма. И во многом это связано с нашим опытом либерализации визового режима для Сербии. После того, как это было сделано, многие граждане Сербии попросили убежище в Германии и других странах ЕС. Поэтому мы решили, нужно сделать механизм при остановке действия визового режима более эффективным. Сейчас мы над этим работаем. Надеюсь, что до летних каникул будет единство. По этому вопросу в Европарламенте, возможно, дискуссии затянутся до сентября. И потом этот вопрос снова станет в повестке дня. Я надеюсь, что Украина выполнила все необходимые действия для проведения безвизового режима. Никаких дополнительных требов для Украины не должно быть. Поэтому сейчас решение именно за Европейским Союзом. Я тоже надеюсь, что в 2016 году такое решение будет установлено. И украинцы абсолютно безперешкод могут пересуваться с Европейским Союзом. Мы имеем еще безвизовый режим, как пережиток радянского минулого, как стяну, бюрокритичную стяну. Очень важно, чтобы мы всю стяну просто сдруйнували. Ну и в принципе, Меркель сказала, что кризис, который сейчас переживает Евросоюз из-за решения Великобритании выйти из организации, никак не отразится на евроинтеграции Украины. Главное, чтобы Киев проводил все необходимые реформы и выполнял условия договора об ассоциации с ЕС. Наталья? Таня, а с кем прямо в эти минуты встречается Меркель? Что обсуждают? Да, действительно, Наталья, у Меркеля сейчас снова гости. Канцлер Германии встречается с президентом Европейского совета Туском, президентом Франции Ландом и итальянским премьером Ренци. Политики обсуждают результаты британского референдума и согласовывают общую позицию Европы. Это своего рода сверка часов перед завтрашним саммитом лидеров ЕС в Брюсселе. И свою позицию канцлер Германии уже озвучила. Она ждет от Великобритании официального уведомления о выходе из организации. Она не собирается торопить Лондон, но в то же время не хочет, чтобы этот процесс затянулся надолго. Киев? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова была с нами на связи из Берлина. Сама же Британия дверью хлопать не спешит, несмотря на призывы Брюсселя начать бракоразводный процесс. Лондон медлит, финансовый рынок страны продолжает лихорадить, фунт падает, плана на будущее вне Европы до сих пор нет. Светлана Чернецкая о последствиях Брексита внутри королевства. Впервые после исторического референдума в резиденции премьера на Даунинс 3.10 собрались члены правительства, обсуждали стратегию и планы на будущее. Сам Кэмерон вскоре после встречи выступил перед парламентом, был бодр и шутил, пообещал, что ситуация в стране очень скоро стабилизируется. И заверил, в ближайшие пару месяцев Лондон не будет запускать процесс разрыва с Брюсселем. Во-первых, нужно дождаться назначения нового премьера, а это произойдет не раньше сентября. А во-вторых, сначала Британия хочет убедиться, что сможет договориться о приемлемых условиях дальнейшего сотрудничества с ЕС. Конечно, я не отказываюсь от своих слов относительно рисков. Будет сложно. Мы уже увидели вызовы, с которыми столкнется наша экономика. Есть сложные конституционные вопросы и предстоят непростые переговоры с Европой. Но я уверен, и правительство со мной согласно, что решение народа нужно принять и начинать его воплощение в жизнь. В целом в стране необычайный всплеск ксенофобии и расизма. Оказывается, многие были уверены, что после решения о выходе из ЕС всем мигрантам, будь то поляки, испанцы, румыны, выходцы из Азии или Африки, придется срочно покинуть страну. Женщине из Польши попутчики предложили выйти из автобуса и начать паковать чемоданы для возвращения домой. Еще одного поляка на улице спрашивали, почему он до сих пор в стране, если же проголосовали за то, чтобы избавиться от мигрантов. Доходит до драк, и это не единичные случаи. Полиция расследует десятки таких инцидентов. Двух человек арестовали за плакат у мечети Бирмингема с надписью «Беже насильникам здесь не рады». Российские граффити появились у входа в здание Польской культурной ассоциации в Лондоне. А в Кембриджире почтовые ящики бросали листовки со словами «Конец польскому вредительству». Сейчас все больше разоблачают ложные обещания агитаторов за Брэкзит. Они уверяли, что избавятся от мигрантов, а теперь говорят, что не смогут остановить свободное передвижение европейцев. Идея такова. Мы остаемся на общем рынке, но выходим из политического союза. А это означает свободное перемещение людей. Это означает свободное передвижение труда, а не европейское гражданство со всеми правами. Простите, но мы пережили три месяца агонии по поводу мигрантов. И людей заставили поверить, что они голосуют за запрет свободного перемещения людей. Очень показательной стала история с обещанием вернуть стране деньги, которые еженедельно уходят в Брюсселе. Речь шла о 350 миллионов фунтов. Этот слоган красовался даже на автобусах, мол, сэкономим на ЕС и отдадим деньги на нашу медицину. Но теперь политики признаются, и сумма была завышена, и средства не обязательно пойдут к клиникам. Но что касается популярной петиции о проведении повторного референдума по Брэкзиту, то ее уже подписали почти 4 миллиона человек, и это рекордное количество за всю историю. Интернет-призывом уже занялся парламентский комитет. Он расследует обвинения в мошенничестве. Оказалось, что петицию подписывали пользователи из Штатов, Германии, Франции и даже Сирии. Из Ватикана, где проживает 800 человек, 40 тысяч подписей. Все поддельные подписи удалят, а их уже насчитали более 100 тысяч. Кстати, автором петиции оказался сторонник Брэкзита накануне референдума. Он побоялся, что страна решит остаться в ЕС и создал запасной план. И теперь сокрушается, что его идею украли оппоненты. Ну а в самом Лондоне признают второй референдум по этому вопросу маловероятен. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. И тем не менее, в Европейском Союзе надеются, что количество стран-участниц не изменится. Их будет 28. Так, например, офис Ангела Меркель приветствует планы Шотландии провести референдум о независимости. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по делам ЕС Гюнтер Крикбаум. Я напомню, первый министр Шотландии Никола Стэджин заявила о том, что этот регион сделает все возможное, чтобы остаться в ЕС. Более 67% избирателей там проголосовали против Брэксита. После референдума независимость Шотландии готовы поддержать 59% населения. Повлияет Брэксит и на Североатлантический Альянс. Выход Британии из ЕС усилит роль НАТО в вопросах координации в сферах обороны и безопасности. Так считает госсекретарь США Джон Кири и генсек НАТО Йенс Толтенберг. Они встретились в штаб-квартире Альянса перед саммитом, который пройдет в Варшаве 8-9 июля. Думаю, все мы ожидаем, что значение НАТО усилится. Все станет яснее и все 22 страны, члены НАТО, будут четко понимать свою роль. После решения Великобритании покинуть Евросоюз, думаю, НАТО стала еще более важной платформой для сотрудничества Европы и Северной Америки и обсуждение вопросов обороны и защиты между европейскими союзниками Альянса. Страны Альянса уже приступили к обучению украинских армейцев. Масштабные международные учения Rapid Trident с участием военных из стран НАТО начались сегодня во Львовской области. Все подробности узнаем от Галины Якушко. Американцы, британцы, канадцы, 400 армейцев из 12 стран – это представители наиболее боеспособных частей армии НАТО. Сегодня они не в горячих точках, под Львовом, на Яворовском полигоне. Приехали показать и обучить наших бойцов поделиться опытом. Это заявление об обеспечении мира и стабильности в Европе, о непринятии аннексии территории суверенной страны и прямой поддержки сепаратистов в 21 веке. Над полигоном поднимают флаги Украины и США. И почти сразу к учениям. Правда, уже без телекамер. Особое внимание иностранные инструкторы уделят тактике противостояния в гибридной войне. Сначала планируют обучить украинских армейцев. Потом будет отработка задач вместе с натовскими солдатами. Гостям тоже есть чему поучиться у наших бойцов, говорят командиры. Украинские солдаты учат нас многому. У них есть опыт ведения такого типа войны, который нам неизвестен. Кроме того, у вас другое вооружение. Мы к нему не привыкли. Украинских военных на учениях 1300. Это бойцы бригады сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты, подразделения нацгвардии, которые уже побывали в горячих точках Донбасса и курсанты военных академий. Я не могу отвечать за все подразделения, но знаю точно, что 72-я механизированная бригада после окончания учений поедет назад в зону АТО. На обучение и отработку боевых задач военные отвели две недели. Маневры закончатся 8 июля и обещают быть не только результативными, но и зрелищными. Задействуют более 200 военных автомобилей и боевых бронемашин и авиацию. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности телеканал Интер, Львовская область. В Министерстве обороны отрицают кражу оборудования и медикаментов из американского мобильного госпиталя. Глава Офиса реформ Министерства Андрей Загороднюк в эфире Радио Свобода заявил о том, что комплекс, который Украине почти год назад передали Соединенные Штаты, в зоне АТО используют по назначению. Напомню, о пропаже оборудования американского мобильного госпиталя мы рассказывали две недели назад. Об этом сообщили волонтеры. Якобы, по документам, США передали комплекс на 7 миллионов долларов. А по факту, сейчас в зоне АТО аппаратура и медикаментов только на 2,5 миллиона. В самой же зоне АТО бои в поселке Зайцево Донецкой области стихли сегодня только на рассвете. Начиналось все со стрельбы, затем боевики снова ударили из пушек. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. В 120 гривен обошелся Тимофею билет на фронт. Экспресс-справка пригоден к службе. В военкомате предлагали другой вариант. 250 баксов и как бы визы в армию не будет. О том, что попал на передовую, не жалеет. Служит уже почти год. Слышите какой-то щелчок или хлопочек, сразу приседайте. Не паникуйте, главное не паникуйте. Пойдемте. Полжизни Тимофей провел в Англии, куда подросткам его вывезли родители. Вернулся в Киев два года назад за украинским паспортом. Истасковался по родине. Там так не купаются, там так не гуляют, там не собирают грибы, допустим, как вот мы ходим в лес, там грибы собираем или ягоды какие-то. У них все в супермаркетах. За такие маленькие радости на своей мирной земле и пошел на фронт. Поэтому теперь после короткого отпуска дома на гражданке Тимофею удивительно и больно слышать вопросы от мужчин, которые избежали мобилизации. Сколько людей я убивал или я кого-то именно лично там. Не стесняюсь? Вопросы такие задают. Мы здесь защищаем нашу родину. Мы не защищаем ничей интерес, кроме нашей страны. От кого защищают, на этой позиции видно невооруженным глазом. Это у них огневая позиция. Сверху дальше на белом переконе, на белом насыпи, там у них три гнезда стоят. Оттуда наблюдатели то, что постоянно смотрят. Постоянно оттуда с ДШК идет огонь. Прямо оттуда же минометами накидают сверху по нам. Начинают они стрелять впервые по нас. С чем? Ну, стрелять кидрою с ПКМ, ДШК. 6 часов тихо, а потом 10 выстрелов в САУ. Можут попрацювати и 30, и 40. Можут батареи попрацювати з одного боку, з іншого боку. Угомонить боевиков удается только вот этим орудием. Зенитная установка, а здесь самое тяжелое оборонительное вооружение армейцев. Не просто провокуют, они лезут вперед. Особенно жарко было в Зайцево на прошлой неделе. Над позициями боевиков появился синий флаг. Голубой флаг, парашютные тюльпаны и самолет. Это как бы ихний спецназ. Бьют по целям, бьют прицельно. Мы их просто прогнали отсюда. Они здесь не нужны. По разведданным, российский спецназ в Зайцевом, как на полигоне, проводил учения. Но уже сутки, как они ушли, с потерями. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Анкара извинилась перед Москвой за сбитый самолет. Такую новость с пометкой срочно распространили сегодня ведущие информагентства. Что заставило Эрдогана диаметрально изменить свою точку зрения, знает Данил Русаков. Он в Москве. О том, что президент Турции Реджепер Даган принес официальные извинения за сбитый самолет Путину, сообщил пресс-секретарь Кремля Песков. Напомним, ранее от подобных действий в Анкаре отказывались и даже утверждали. Российская авиация умышленно нарушила воздушное пространство Турции. А за такое, простить прощение, руководство страны не намерено. Инцидент, о котором идет речь, произошел 24 ноября прошлого года. Су-24 был сбит силами турецких военных на границе Сирии. Командир катапультировался, но его убили прицельным огнем земли. Второму пилоту удалось избежать смерти. Накануне происшествия Анкара неоднократно предупреждала Москву не залетать на территорию Турции. Возмущение вызвало и то, что под удар российских бомб попали туркоманы, живущие на приграничной территории. Их племена на севере Сирии этнически близки туркам. И это сфера политических интересов Эрдогана и его единомышленников. В какой именно форме у Москвы попросили прощения до сих пор неизвестно. Ясно только, что его тут ждали давно. Еще в марте Путин в очередной раз напомнил, что извинений не было. А следовательно, возобновление межгосударственных отношений невозможно. Сразу после инцидента с самолетом Россия обязала граждан Турции получать въездные визы. А также до сих пор требует наказать виновных и выплатить компенсации. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Час назад мы получили подтверждение. Эрдоган действительно отправил в Кремль письмо. Об этом сообщают и в прислужбе президента Турции, и в Министерстве обороны. И заявляют, что Турция стремится восстановить традиционные дружественные отношения с Россией. Кроме того, главный турецкий дипломат уже в эту пятницу отправится в Сочи на заседание организации Черноморского экономического сотрудничества. И еще об одном дипломатическом конфликте с участием Турции и его удачном завершении. Израильтяне и турки объявили о нормализации отношений. В чем состояла суть этого конфликта и как двум странам удалось помириться, расскажет Сергей Ауслендер. Началась эта история в 2010-м, когда в сектор газа пыталась прорваться так называемая флотилия мира. В нейтральных водах она была перехвачена кораблями израильского флота. На суда высадился спецназ. На флагмане конвоя, пассажирском теплоходе «Мави Мармара» командос попали в засаду боевиков исламистской турецкой организации. Спецназовцы оказались в меньшинстве. Полтора десятка против нескольких сотен человек. Их жизни угрожала реальная опасность. Они были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате погибли 10 граждан Турции. Анкара после этого немедленно отозвала своего посла. Разорвала все контакты в военной и дипломатической сферах. И даже угрожала войной. Переговоры по нормализации отношений шли несколько лет. Очень положительно на них повлиял конфликт между Турцией и Россией. И активное участие в этом процессе принимали американцы. Мы много говорили о борьбе с терроризмом, о том, какие вызовы ждут Израиль. Особенно на Синае и на голландских высотах. У нас был долгий продуктивный разговор. Мы очень подробно обсудили, как нам двигаться и какого прогресса мы можем добиться. Теперь в Иерусалим и Анкару вернутся послы двух государств. Израиль выплатит огромную компенсацию семьям погибших. Больше 20 миллионов долларов. Анкара, в свою очередь, обязуется прекратить всякое преследование израильских военных в международных судах. Израиль очень сильно настаивал на том, чтобы офис палестинского террористического движения «Хамас» в Турции был закрыт. Этого не случится. Но Турция обязалась следить за тем, чтобы этот офис не вел никакую антиизраильскую деятельность. Но все же главное – это договоренности по газу. Теперь Израиль сможет построить газопровод и экспортировать топливо через территорию Турции в Европу. Я информировал секретаря Керри о нашем соглашении с Турцией. Я считаю, что это важный шаг, особенно в экономической сфере. Он имеет огромные последствия для экономики Израиля. И я использую это слово «обдуманно», имея в виду положительное огромное последствие. Впрочем, в самом Израиле далеко не все в восторге от этого соглашения. Многие политики назвали его национальным позором, унижением и капитуляцией. Родители погибших солдат, чьи тела до сих пор находятся в газе, и настаивают, в соглашении должен быть пункт о возвращении останков. Для этого Турция должна повлиять на Хамас. Впрочем, совершенно очевидно, что этого пункта в соглашении уже не будет. Соглашение подписано. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Тем временем в столице Израиля стычки между полицией и мусульманами. Палестинцы протестуют против решения пускать иудеев в мечеть Аль-Акса. В знак протеста группа арабов забросала камнями полицейских. Те в ответ применили слезоточивый газ. Ранен один из стражей порядка, пострадали также семь палестинцев. Экс-премьера Молдовы Влада Филата приговорили к девяти годам тюрьмы, хотя гособвинение наставило на девятнадцати. У Филата конфисковали автомобили, он также должен оплатить штраф в размере 14,5 тысяч долларов. Решение суда может быть обжаловано. Я напомню, Филата задержали в октябре минувшего года в здании парламента Молдовы. Позднее у него дома и в офисе провели обыски. Филата обвиняют в коррупции в особо крупных размерах. В общей сложности речь идет о сумме в 250 миллионов долларов. Влад Филат занимал пост премьер-министра с 2009 по 2013 год. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отстранил от службы Николаевского областного прокурора Вячеслава Кривовяза. Я напомню, еще две недели назад. Его увольнение после череды коррупционных скандалов потребовал президент Порошенко. С чем связаны эти проволочки и чем обернется для города и области отстранение прокурора? С нами на связи Кирилл Ющишин. Кирилл, я передаю тебе слово. Добрый вечер, Наталья. С отстранением от должности областного прокурора можно смело заявить. Требования президента выполнены. После двух громких скандалов, когда первый замгубернатора попытался взять взятку 90 тысяч долларов, а депутата областного совета уличили в лоббировании бизнес-интересов криминальных авторитетов, Петр Порошенко призвал уйти в отставку всех высших руководителей области. Мол, все вместе виноваты в том, что коррупция разгулялась. Первым заявлением написал губернатор Вадим Мериков. За ним спустя неделю отстранили главу областной полиции Виталия Гончарова. Прокурор Вячеслав Кривовяз продержался дольше всех. Но вот сегодня на сайте ГПУ появилось сообщение о том, что он отстранен. Вот что говорят об этом николаевские общественники, которые уже третью неделю пикетируют обл. администрацию. Мы считаем это маленькой победой в нашем, так сказать, противодействии коррупции. Но большая победа это будет, когда будут доведены следственные органы, проведут проверку. Самая главная победа для нас, чтобы назначения новые были сугубо открытыми, прозрачными, с участием общественности. Отставки прокурора ждали немного раньше. Ведь Юрий Лусенко еще две недели назад заявил, что Кривовяз со дня на день должен написать заявление об уходе. Но этого не произошло. По информации из наших источников, Кривовяз пытался торговаться. Взамен добровольного ухода требовал аналогичную должность в другом регионе. Но не тут-то было. Согласно сообщению генпрокуратуры, Кривовяз не просто отстранен теперь. Против него начато служебное расследование. Правда, по каким фактам, ведомстве не уточняют. Впрочем, получить сегодня больше официальной информации не получилось у всех выходной. В итоге в Николаевской области сейчас сложилась ситуация, которой нет аналогов. На данный момент здесь нет ни губернатора, ни начальника полиции, ни прокурора. Все обязанности переложены на исполняющих обязанностей. Студия. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин с подробностями отстранения от должности прокурора Николаевской области. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Граната как улика. Кто охотится на ривненского зампрокурора и его супругу? Из любви к Украине к контрабанде украинского янтаря подключились иностранцы. В Польше напали на участников украинской процессии. Около 20 молодых парней устроили беспорядки в Перемышле во время марша украинских греко-католиков и православных, которые хотели почтить память сечевых стрельцов. Полиция задержала нападавших, их обвиняют в нарушении права на публичное исповедание религии. Хулиганам грозит до двух лет тюрьмы. Иностранцы тоже хотят заработать на украинском янтаре. В пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе пограничники задержали гражданина Польши, который пытался вывести 3 килограмма солнечного камня. Янтарь уже обработанный, скорее всего, предназначался для ювелирных изделий. Продукцию 45-летний поляк покупал у нелегалов в подесовке. От продажи в Польше на черном рынке получил бы солидный навар. Но пограничники конфисковали не только товар, но и автомобиль, в котором была спрятана эта контрабанда. В Ивано-Франковской области пьяный водитель «Жигулей» сбил на обочине пятерых подростков и скрылся с места аварии. Уехал, правда, недалеко. Подробности этого ДТП выясняли наши корреспонденты. В село Коллинце пятеро подростков вечером направлялись в центр, в магазин. Было уже темно, но, как утверждают дети, они шли не по проезжей части, а по обочине. Там их и сбил автомобиль. В Вен с шведкой ехал. Это было больше, чем застойки. Клин так летел. Кажут, мне не вижу, что я в Вене ехал. Ни фар, я ничего. Вообще, я уже на земле. Ну, я на асфальте. Девушка вспомнила, когда приподнялась, чтобы посмотреть, как ее друзья, то увидела автомобиль, который их сбил, и водителя. Кристина уверена, он был пьян. Кристина и ее подруге Богдане повезло. Они отделались синяками и ушибами. Еще одна девочка и двое мальчиков госпитализированы. Сначала их доставили в районную больницу, но поскольку травмы были крайне тяжелыми, всех троих пострадавших еще ночью перевезли в детскую областную. 16-летних Назария и Василия направили в травматологическое отделение. А 13-летняя Оля Олейник в реанимации. Она в коме. Виновника ДТП, который бросил истекающих кровью детей умирать на обочине, полиция уже задержала. Пострадавшие запомнили цвет и марку автомобиля. Поэтому 60-летнего местного жителя быстро вычислили. Проведенными заходами водя было установлено, автомобиль вылечен, водя затриман в порядке статьи 208. В решении вопросов, что дополняем меры запомнили заходы. По данному факту прорушено криминальное проведение. Как рассказали в полиции, после ДТП мужчина спокойно загнал автомобиль в гараж и лег спать. Во время допроса сначала отрицал свою причастность к аварии, но потом сознался. Сейчас полиция ожидает результатов экспертизы, которые должна показать, тресли был водитель. Врачам больницы имени Мечникова в Днепре угрожали посетители, но полиция так и не задержала дебоширов. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 число. Об этом написали сами врачи в социальных сетях, туда же выложили и видео. Группа мужчин привезла в приемный покой женщину, им не понравилось, как ей оказывали помощь. Вели себя визитеры в духе 90-х, угрожали медработникам пустить на фарш, советовали помолиться напоследок и намекали, что до дома после дежурства медики могут и вовсе не дойти. Одного из врачей даже ударили. Сотрудники скорой помощи вызвали полицию, но стражи порядка никого не задержали. Официальных комментариев ни от клиники, ни от полиции сегодня мы не получили, там ссылаются на выходной. Есть только письменный комментарий от патрульных о том, что физического нападения не было и писать заявление медперсонал отказался. Поэтому полицейские ограничились профилактической беседой с посетителями. Спасателям официально запретили находиться на Грибовицком мусорном полигоне из-за угрозы нового оползня. Поэтому постоянный лагерь дислокации пожарных пришлось свернуть и прекратить поиски пропавшего под завалами коммунальщика. Спасатели уже перебрали весь мусор и обследовали дно одного из водоемов с жидкими химическими отходами, но тело так и не нашли. Когда продолжатся поиски, пока неизвестно. На Закарпатье новая беда. Не прошло недели, как крупный град оставил без крыш и стекол почти 7 тысяч домов, как туда пришла вода. Затоплены три села в Раховском районе. Обо всем подробнее расскажет Марина Коваля. Эти фото в интернет выложили пользователи. Бурая вода во дворах и домах. В Раховском районе за считанные часы выпала месячная норма осадков. Горные ручьи превратились в реки. Одна година дошла. И вот что у нас сбывается. У Михаила потоплен и двор, и дом. На месте огорода теперь в буквальном смысле пропасть. Вода также унесла шесть ульев. Что тут было? Породельник. Еще один, что это надо нам открывать. Бачка тут, что у нас стоит. Тут было. Валяки хати не было бы. А сколько воды было? Вот здесь сантиметров 15 было. Теперь так выглядят дворы полусотни жителей трех сел Раховского района. Хозяйство Василия Шемоты в селе Луги. Большая вода могла именовать, если бы не бетонный мост. Его соседи установили самовольно. Он задерживал древесину и крупный мусор. Возникла пробка, и вода вышла из берегов. Над домом Василия Шорбана другая угроза. Оползень. Сегодня в затопленных селах был Геннадий Москаль. Считает, что в случившемся виноваты и сами местные жители. Которые захламляют и не расчищают горные потоки. Спасатели и лесничие теперь чистят ручьи. Стихию назвали локальной. Губернатор заявил, что районные власти ликвидируют последствия самостоятельно. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. И снова в Ривны рвутся гранаты. Только за последнюю неделю это уже второй случай. В этот раз, предположительно, Ф1 бросили во двор дома от 32-летнего заместителя прокурора этого города. Никто не пострадал. В полиции пока версии не озвучивают. Говорят, причин может быть несколько. В том числе и связанные с профессиональной деятельностью зампрокурора и его супруги, которая тоже работает в прокуратуре. Слідчо-оперативная группа на месте подъя установила, что неведомая особа из улицы кинула на подверье цього рівнянина вибуховый пристрій, который пошкодил векно, бруківку и фасаду дома. Выключение из места подъя частини предмета, который вибухнул, свидетельствует о том, что это был штатный вибуховый пристрій. Однако эти уламки отправлены на экспертизу. Потасовка в Приморском районном суде Мариуполе. Сегодня во время судебного заседания по делу об убийстве сотрудника СБУ друзья обвиняемых попытались отбить их у конвойных. Я напомню, в марте 2015 года в Волновахе члены организованной преступной группы, которая занималась контрабандой в зоне АТО, напали на сотрудника СБУ Виктора Мандзика. По версии следствия, глава группировки Дмитрий Гордеев по кличке адвокат застрелил правоохранителя из его табельного автомата. Через неделю Гордеевой и шестерых его подельников задержали. Дело несколько раз меняло подсудность, и теперь Приморский райсуд снова рассматривает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемых. Им инкриминирует 11 уголовных статей. Адвокаты подсудимых делали все, чтобы затянуть время в ходе процесса, и когда в 17 часов истек срок содержания по страже обвиняемых, группа поддержки попыталась их освободить. Глава полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что в случае провокации правоохранители готовы применить огнестрельное оружие. Позднее глава Донецкой областной полиции сообщила о том, что попытки дестабилизировать ситуацию пресечены, и обстановка стабилизировала. Все участники процесса находятся в суде, здание охраняет спецназ. Произошедшее в суде Аброськин назвал попыткой побега. На Мариупольском направлении новая неделя началась с обстрелов, хотя и они не утихали и в выходные, собственно говоря. Под огнем оккупантов наши позиции в районе Мавенки, Докучаевска, Толоковки и Широкина. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Море, солнце и легкий бриз, но своих гостей курортный поселок Широкина встречает неприветственным салютом. На окраинах с самого утра интенсивные стрелковые бои. Наш сопровождающий Олег ведет к позициям по улицам, которые не простреливаются противникам, хотя это ощущение безопасности весьма условно. За последнюю неделю наемники не на шутку активизировались. Сегодня по позициям морской пехоты противник работает из крупнокалиберного стрелкового вооружения. Но вчера по ребятам били из САУ минометов. Даже среди этих развалин можно разглядеть свежие воронки. Их более 50. Вот вы сами видите осколки от него, алюминиевые. Вот хвостовичок. Сами можете представить, что будет, если здесь недалеко находился человек. С каждой минутой интенсивность огня возрастает. На окраинах поселка даже слышны разрывы. Военные решают переждать обстрел на бывшем опорном пункте наемников. Больше года противник использовал этот сельский дом в качестве штаба. Повсюду разбросаны пустые банки от российского сухпайка и ящики от боеприпасов. Тоже российского производства. Это Барнаульский завод? Да. А это маркувание у него? Маркувание 17. Умовные названия именно Барнаульский патронный завод. Рек выготовления 93. Вже ясно, что это не украинское выработание. Из-за обстрела попасть на крайние позиции нам так и не удалось. Командование решило не рисковать и вывести журналистов при первой возможности, когда в Широкино немного стихло. Едва мы собираемся уходить, снова начинается бой. Скорее всего, что боевики снова открыли огонь по нашим позициям. Украинским морпехам ничего не оставалось больше делать, как открывать огонь в ответ. Правда, отвечать приходится только из автоматов и пулеметов. Артиллерии и минометов у украинских военных на переднем крае. Уже давно нет. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. В Грузии отменили обязательный призыв в армию. Соответствующий приказ подписала министр обороны Тина Хидашелли. Такое решение объясняют тем, что вооруженным силам Грузии не нужны люди, которых насильно привели на военную службу. При желании ее преемник сможет отменить это решение. Атака террористов в Ливане. Шесть человек погибли, 19 ранены. В деревне возле границы Сирии четверо смертников подорвали себя в толпе. Среди пострадавших мирные жители и ливанские солдаты. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. Но местное телевидение сообщает, что взрывы это дело рук исламского государства. Столкновение на митинге неонацистов. В американском штате Калифорния несколько человек попали в больницы с ножевыми ранениями. Все подробности расскажет наш Сапкор в США Тихон Зитко. Кровопролитие произошло в Калифорнийском Сакраменто. Местные неонацисты, члены традиционалистской рабочей партии, около 30 человек, проводили демонстрацию у здания Капитолия штата. Кстати, разрешение на это было получено у властей. Однако на месте проведения акции их ждали оппоненты. Противники проведения демонстрации довольно быстро происходящее превратилось в хаос. Стороны забрасывали друг друга камнями, в ход пошли палки и бейсбольные биты, которые заблаговременно захватили с собой участники акции. И, наконец, ножи. В результате в больницу были доставлены 10 человек, больше половины из них с ножевыми ранениями. По словам очевидцев, вся мостовая на месте столкновений залита кровью. В окнах Капитолия штата разбиты стекла. Была задействована конная полиция, она разняла протестующих, но стороны не расходились еще около часа. Традиционалистская рабочая партия классически неонацисты. Несмотря на утверждение ее членов о том, что в основе идеологии лежит борьба за традиционные ценности. Кстати, сторонники этой партии активно поддерживают кандидатов президента от республиканцев Дональда Трампа. А с одного из его митингов в штате Кентукки они силой выдворили чернокожую женщину. Она пришла туда протестовать против дискриминационных высказываний Трампа. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. В сингапурском аэропорту Чингиз загорелся пассажирский самолет. Правый двигатель вспыхнул сразу после посадки примерно в 6.50 утра. Огонь быстро потушили, ни один человек не пострадал. На борту было 222 пассажира и 19 членов команды. Сообщается, что Боинг-777 вылетел из Сингапура в Милан ночью, но после двух часов полета в двигателе обнаружили проблему и лайнер вернули назад. Пассажиры будут переведены на другой самолет и отправятся в Италию немного позже. Прочность стеклянного моста, слаженная игра футбольной команды роботов и украинская группа на престижном британском фестивале. Об этом не только в нашем обзоре. Мечту детства исполнила знаменитая британская певица Адель. Выступила на фестивале Гластенберри. Такого эмоционального концерта зрители давно не видели. Вместе с Аделью плакали и смеялись. Главное музыкальное событие года в Британии в этот раз проходит в жуткую непогоду. Все время дождь. Лило, как из ведра и во время выступления украинской группы Даха Браха. Впервые музыканты из нашей страны сыграли и спели на таком масштабном и престижном мероприятии. Действенный способ отбиться от грабителя продемонстрировал владелец небольшой лавки в Англии. К нему в магазин зашел парень с ножом и потребовал все наличные из кассы. А вдобавок еще и пачку сигарет. Не успел злодей выйти за дверь, как на него налетел хозяин с лестницей в руках. Оружие оказалось эффективным, сбило с ног грабителя, а позже его задержала полиция. Протезы для женщин разработали в США. Новинка позволит дамам быть более женственными и носить каблуки. Стопа у такого протеза может стоять как ровно, так и сгибаться под элегантную обувь. Кроме практичности, такие протезы будут еще и комфортными. Дополнительной нагрузки на позвоночник женщины испытывать не будут. Самую красивую козу выбрали жители литовского городка. Рамигала. Конкурс красоты уже стал здесь традиционным. Местный директор школы, глава сельсовета и владелец фермы оценивают домашних питомцев. По такому торжественному случаю коз наряжают в яркие платья. Победила в этом году маленькая точечка. В конкурсе она участвует уже 6 лет и до этого ни разу не выигрывала. Он только выглядит опасным. Стеклянный мост над каньоном в Китае проверили на прочность. Десяток смелых волонтеров разбивали стекло кувалдами. Доказали, трещины появились, но мост по-прежнему прочный. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, на разбитый сегмент еще и загнали автомобиль. Конструкция выдержала. Милость понтифика. Папа Римский призвал не осуждать сексуальные меньшинства и относиться к ним с уважением. Об этом Франциск заявил по пути из Армении. При этом он призвал также вспомнить бедняков и женщин, которые подвергались эксплуатации. Хотя толерантность главы римско-католической церкви небывалая, он все же осудил некоторые модели поведения гомосексуальных меньшинств, которые бывают, по его мнению, оскорбительными. Подробности Юэ это наш сайт и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра.